Всем привет! С вами председатель. В предыдущем своем видео я вам показывал троица Сергееву Лавру, где мы с моим другом Константином, который приехал в Лавру по делам, он привез товар. Если вы не смотрели этот ролик, посмотрите. Подсказка у вас появится в правом верхнем углу экрана. Я показал центральный склад Лавры, показал, чем Лавра торгует. От простых глиняных кружек в лавках до дорогих икон в позолоченной оправе в настоящих ювелирных бутиках. И уже на следующий день после выхода того ролика начались поступать угрозы и требования удалить этот ролик. Я говорил вам, что я поехал в Лавру, посмотрев ролик Евгения Макарова шестимесячной давности и давал ссылку на этот ролик, который сейчас вы посмотреть уже не сможете. Евгению пришлось временно удалить этот ролик из общего доступа, чтобы отредактировать его. Моему другу Константину угрожали налоговой инспекцией и товар, который он привозил в Лавру на реализацию, ему не вернут. Хотя что такого я показал в своем ролике. Я не открывал никаких секретов, показал лишь то, что видит турист своими глазами, приехавший в Троице Сергиеву Лавру. Я, конечно, знал, что церковь очень воинственная организация. Мы же знаем с вами, сколько войн было развязано церковью из-за веры, сколько невинных людей при этом пострадало. Я предпочитаю воевать в виртуальном мире. И для этого лучше всего подходит браузерная, абсолютно бесплатная игра «Трон. Королевство в войне». Эта игра напомнит вам классические стратегии вашего детства, но при этом здесь современная, впечатляющая графика. Очень хорошо продумана социальная составляющая. Знакомься, дружи, воюй с игроками со всего мира. Разбить войска своих врагов и разорить их города тебе помогут твои союзники, которых ты обретешь, присоединившись к одному из влиятельных орденов. Или же создай свой собственный. Захвати трон и начни управлять королевством. Повелевай огромными городами и многочисленными армиями. Улучшай свои стратегические навыки, обменивайся ресурсами с соратниками и захватывай крепости королей. Регистрируйся сегодня по моей ссылке в описании и получи крутой бонус 200 золотых монет. Начни игру с преимуществом. Игра простая, понятная и действительно стоящая. Рекомендую. Помните, мы посещали город Юрьев-Польский, Владимирской области. Цель нашей поездки был Георгиевский собор, но мы также посетили и шатровую колокольню постройки 17 века. Очень наглядно видно, что двери, в которые мы входим, на самом деле являются окнами. Так вот в этой колокольне надгробная плита с так называемым вилочковым крестом лежит вместо порога. Нам это показалось удивительным. Об порог обычно обстукивают грязь сапог, чтобы войти в помещение. Вытирают ноги, в конце концов просто ходят. Точно такие же надгробия с вилочковыми крестами мы увидели недалеко от Лавры в Пятницком подворье. Эти плиты были замурованы в фундамент церкви Пороскевы Пятницы. Но при этом надгробие такого же типа с так называемым вилочковым крестом лежит под стеклом в центре Лавры возле Успенского собора. Прямо рядом со входом в нижний, то есть подземный храм. Почему их выбор остановился на этом надгробии, непонятно. Рядом с надгробием табличка, которая повествует нам, что это надгробие выдающегося древнерусского иконописца Келларя Троица Сергеева монастыря Евстафия. И целая история, что его предки бежицкие водчинники. И Евстафий Головкин был Келларем монастыря с 1571 по 1881 года и с 1583 по 1593 года. То есть два срока по 10 лет. Чтобы вам было понятно, Келларь – это заведующий монастырским столом или кладовой со съестными припасами. Проще говоря, заведующий продовольственного склада. Дальше тут описана история про царя Ивана Грозного, когда царь плакал и рыдал после смерти своего сына Ивана и призвал к себе Келларя, старца Евстафия. Далее Евстафий был на Земском соборе и подписал грамоту как представитель Троицы Сергеева монастыря при избрании на царство Бориса Годунова. Ну и иконы, которые он писал, видимо, в свободное от заведования складом время, брали с собой цари Алексей Михайлович в польский поход, а Петр Первый во время войны со шведами – так во все походы. Это икона явления Богоматери преподобному Сергию. Но на самой плите, конечно, ничего этого не написано. На самой плите написано только «Лето 7 112, то есть 1608 год, месяца сентября, в восьмой день, приставился старец Евстафий Головкин». Все. Обратите внимание, описание только на русском и китайском. Даже на английском нет. Ну, китайцы-то наши лучшие друзья. Евгений Макаров в своем фильме показывал множество таких надгробий, когда его провели на крепостную стену. Но публике представлена только эта надгробная плита Евстафия Головкина. Мне кажется, лучше бы они написали табличку, почему на этой надгробной доске нет православных крестов. Ведь Русь крестили в 988 году. Почему на усыпальнице Годуновых нет крестов? Нет, конечно, сейчас они есть. На лицевой стороне, на новых, современных плитах. А те настоящие плиты, которые находятся с тыльной стороны усыпальницы, заставленные вазонами и швабрами, вот там как раз никаких крестов нет. Вот эти вопросы я задавал в своем фильме, которые спровоцировали следующие последствия. Вот как описывает это Евгений Макаров, который согласился дать мне комментарий по этому поводу. В общем, дело было так. Со мной связался Сергей из Сергея Посада и предложил. «Мне есть знакомые, я могу тебя провести в Лавру, ну там показать какие-нибудь места, куда обычно не могут никто пройти, никого не допускают. Что-нибудь интересное там посмотрим, поснимаем, я тебе расскажу». В общем, я не буду называть имен тех, кто там работает. Там какие-то поставщики есть, да, всякие. Там много поставщиков на самом деле. Вот, и вот меня туда провели, благодаря этим людям, да, там двое точно были. Вот благодаря этим людям удалось заснять такие уникальные кадры, что внутри во дворе, что внутри зданий. Там вот засыпано все на много метров, да. Ну, это все хорошо видно на моих видео, но не это главное. Потом мне, значит, Сергей позвонил, сообщил, что «Жень, пожалуйста, убери имя, или хотя бы больше не упоминай имя и вообще сам голос этого человека убери из видео, иначе у него могут возникнуть проблемы». Так вот, получается, сейчас ситуация повторилась с тобой, Илья. Вот Илья, да, съездил туда, получается, друзья, и тоже побывал в этом уникальном месте, в недоступных каких-то там местах Лавры. Вот, и после этого начались проблемы какие-то, да, то есть начальство Лавры сочло, что это какое-то преступление, что это какое-то нарушение чего-то. Хотя что там такого сделали? В общем-то, я ничего такого не показал. Как раз наоборот, они все скрывают, что нужно показать людям, они ничего не показывают, они все скрывают. Вот это для меня странно, ведь это археологические находки, артефакты, вот эти вот плиты там, да, вот эти саркофаги. В общем, много там чего откопали, но почему об этом не рассказывается нигде? Почему в новостях, хотя бы в церковных, об этом не говорится и не показывается? Вот это мне странно. Ну, в общем, я как понимаю, что история продолжается, да, мы ничего такого противозаконного не совершили, поэтому наезды со стороны начальства Лавры я совершенно не понимаю. В общем, такой вот небольшой комментарий. Это Евгений Макаров с одноименного канала Евгений Макаров. Я, честно, не знаю, с чем связано такое негодование Лавры. Может быть, с недавней сменой руководства? Представляете, спустя 31 год Троица Сергеева Лавра меняет наместника. 26 февраля 2019 года, то есть буквально чуть больше месяца назад, решением Священного Синода Русской Православной Церкви освобожден от должности наместника Свято-Троицкой Сергеевой Лавры архиепископ Феогност в миру Игорь Гузиков. А он был наместником с 1988 года. Мы знаем криминальную составляющую города Сергеев Посад. И заметьте, все эти годы тяжелые для страны 90-е, 2000-е. Это как раз начинается расцвет Русской Православной Церкви после Советского периода. Но что же пошло не так? Почему уволили архиепископа Феогноста? Возможно, это как-то связано с мусором. Местные жители выступили против строительства мусорного полигона в деревне Сахарова. Это в 20 километрах от самой Лавры. И как раз архиепископ Феогност распорядился срочно провести молебен в защиту экологии и оказал помощь в организации митинга. То есть, можно сказать, РПЦ впервые, пусть и неофициально, поддержала протестную акцию. Но, возможно, тут совсем другое. Кто не в курсе, Сергеев Посад хотят превратить в православный Ватикан. И губернатор Московской области Воробьев как раз один из участников этого грандиозного проекта. И, видимо, Феогнос на эту должность уже не годится. А годится, наверное, епископ Парамон, который пришел ему на смену. Это Федор Михайлович Голубко, уроженец Закарпатской области. Кстати, мой одногодка родился в 1977 году. Ну и, как говорится, новая метла по-новому метет. Я, кстати, попросил дать комментарий и своего друга Константина, который уже был поставщиком Троица Сергиевой Лавры. Давайте послушаем его рассказ. Доброго здравия, люди добрые. Вот собираю яйца. Это цесаркины. Сам их очень люблю кушать. Вот. Они чуть-чуть меньше, конечно, чем куриные. Куриные, вон, крупные. Но по питательности они, конечно, превосходят. Но они, вон, грязные, потому что цесарки несутся прямо на землю. В отличие от кур, которые несут чистые яички в гнездах. Вот. Но давайте не о яйцах, а о виду яиц с Богом. Я предприниматель, и уже более 18 лет я не работаю ни на одного из рабовладельцев. Занимаюсь предпринимательской деятельностью и также веду свое крестьянское хозяйство, с которого и получаю доход для себя и для своих близких. Также получаю питание. Вот. И о чем я хочу поведать. Мне нужно было по делам поехать в Троице-Сергиево-Лавру. И мой друг-председатель также собирался ехать в Лавру, снимать свой ролик. Но мы решили, почему бы не поехать вместе. Он по своим делам, я по своим делам. Выбрали день и поехали. Вот. Съездили, я сделал свои дела, председатель сделал свои дела. Как только он выложил ролик, на следующий день мне позвонили из Лавры. И сказали, что ж ты делаешь, окаянный? Кого ты к нам притащил в нашу обитель? Я, конечно, возмутился, что случилось. Я тут ни при чем. Человек снимал как бы для себя. Он ничего плохого там не сказал. Ну, в общем, сказали мне они так, что твой товар мы забираем. И товар тебе мы не возвращаем. Деньги за свой товар ты не получишь. Я прям подумал, что на меня наезжают бандиты, честно вам скажу. Давно со мной так не общались. Хотя таких конкретных угроз в мою сторону не было. Единственное, они что сказали, что они пойдут с моим товаром, с моими накладными в налоговую инспекцию и меня там по полной так сказать примут. Но я не знаю плодотворной ли их угрозы. Я, индивидуальный предприниматель, работаю по упрощенной системе налогообложения. И налоги у меня заплачены. Не знаю. Ну, на следующий день также мне позвонили и сказали, Константин, скажите председателю, пусть он уберет свой ролик. Или отвечать будешь ты. То есть я. Не председатель, а я буду отвечать за то, что председатель с меня и выложил ролик. Ну, не знаю, на данный момент угрозы прекратились. Ну, не знаю, надеюсь, на меня не будут натравлены некие опричники РПЦ. Не буду их, не буду говорить. Я думаю, люди поймут, кто это. Пока только словесные угрозы, что налоговая инспекция, ну, и что товар мне не вернут, деньги за товар я не получу. Ну, я готов пожертвовать свой товар ради правды, так сказать. Так что вот так, дорогие друзья. Возможно, конечно, это пустые угрозы и Константину вернут его товар. Но само то, что церковь не прощает, не подставляет вторую щеку, хотя учит всех прощать. Я скажу больше. Эти угрозы налоговой и то, что своего товара он больше не увидит, это какие-то бандитские замашки. По каким законам вообще живет церковь? По своим? По Божьим? Законы Российской Федерации на нее вообще распространяются? В комментариях под моим роликом сразу активировались какие-то люди? Некто Помор Поморыч три дня подряд просто живет в комментариях и ведет там свои проповеди. Но ранее, до этого момента, я его комментарий не видел. Мне также писали, что я хочу разделить общество на верующих и на думающих, что я все вру и это неправда, чтобы я вообще не лез не в свое дело. Эти храмы и монастыри не для людей, а для верующих. И получается, что у обычного человека прав меньше, чем у адепта РПЦ. Я его чувства могу оскорбить, а он мои нет. И уж в чем, в чем я с большевиками согласен, так это в том, что религия это опиум для народа. Народ одурманен этой верой. Нет ясного понимания происходящего. Меня обвиняют, что я разжигаю вражду, надругался над их святыми, что я это делаю умышленно, так как получаю зарплату от госдепа США. Но никто из этих верующих не ответил на мои вопросы. Про надгробия с вилочковыми крестами, почему нет крестов на могилах Годуновых, почему занесены их церкви восьмиметровым слоем глины. Они как будто не слышат меня, а агрятся только на то, что я показал торговлю в их храмах. Они явно не поняли посыла моего видео. Я говорил про то, что нас водят за нос, придумывают нам новую историю, подменяют праздники. Недаром все православные праздники приходятся на даты старых языческих. И также и герои, и святые подменены. А для чего все это делается? Для управления нами, думающим, и свободным человеком труднее управлять. Отсюда все эти монастырские вина. Ведь алкоголь это мощнейшее оружие. Он не только человека делает зависимым, он еще и убивает его. И лавра не исключение, она как раз славится своим вином. Внутри монастырских стен расположен винный погреб, известный еще со времен нападения поляков. И среди монахов даже учреждена специальная должность виночерпия. И сейчас в этих погребах хранятся вина выдержкой с 1946 года. Конечно же, я краем глаза заглянул в этот погреб, который расположен внутри монастырских стен. Наверное, там есть действительно большой погреб, который располагается под землей. А то, что я увидел, меня очень поразило, так это весьма низкие своды потолков, что говорит о явной засыпанности этого здания. А это здание примыкает к самой крепостной стене. Оно сейчас слева, а впереди склад, где стоит понравившаяся вам Чироки. Не торговлю я хотел показать в своем видео. Торговля, наоборот, меня поразила, бросилась в глаза. Я-то думал приехать действительно в святое место. А тут Диснейленд. Что же могло засыпать троица Сергееву Лавру? Ее, конечно же, откапывают. В прошлом видео я показывал вам репортаж с первого канала, как снимают 7-8 метровые слои грунта. Но откапывают ее тихо, без лишней огласки. Да и зачем это нужно знать прихожанам? Вот поглядите, специально вчера прошелся по Павловскому посаду. Это церковь Казанской иконы Божьей Матери. И построена она якобы в 1908 году. Но посмотрите, сколько здесь откопано грунта. Здесь больше двух метров. Но по идее прошло-то всего сто лет. Откуда же это все взялось? А в 30-е годы церковь была закрыта, здание использовалось под столовую, в годы советской власти в храме размещался дом пионеров, районное управление по борьбе с организованной преступностью. Вот как выглядело это здание. А вот и сам проект храма. Но возможно эта церковь либо переделывалась из какого-то другого здания, либо строилась уже на другом здании. Ведь сняв два метра грунта, окна находятся практически над землей. А вот уже город Казань и тоже собор казанской иконы Божьей Матери. Но построен он уже был при Павле I в 1798 году. А в 1932 собор был уничтожен. Его взорвали. А сейчас решили восстановить этот храм. Начали работы и, представляете, наткнулись на пещерный храм, который находился под собором. Вот, посмотрите. Это место называется Часовней. Здесь стояли две мраморные колонны и на цепях висела казанская икона Божьей Матери. Вот сейчас мы находимся в центральном помещении пещерного храма. Видно приподнятая часть салии с выступом Амвона. А если посмотреть на стены, то вот эта часть не оштукатурена. Это исторические родные стены. Вот, видно, что в этих нишах располагались иконы. Мы, как бы, сейчас опираемся на основании старого храма. Если применять какие-то другие методы, то мы разрушили бы все то, что мы видели внизу. Вы понимаете, что все откапывается, но преподносится нам, как будто это пещерные храмы, какие-то глубокие подвалы и прочее. Нас просто водят за нос, дурачат, а мы все принимаем на веру. Ну, так уж мы устроены. А вот, что сейчас откапывают на проспекте мира, дом номер 12. Буквально на днях мне об этом сообщила Анна из Института Русского Языка Ясна. И вот, что я там увидел. На поверхности вроде стоит одноэтажное здание, но оказывается у этого здания еще один этаж в земле. Но мы видим не просто окна, мы видим и двери в земле. Рядом, кстати, располагается дом, принадлежавший Якову Брюсу, сподвижнику Петра Первого. И это постройка якобы конца 17 века. А здесь на месте раскопа, как нам говорят, оказывается располагались конюшни. Что же это получается, кони жили под землей? Или в конюшне тоже был подземный цокольный этаж? Вы можете приехать, посмотреть все своими глазами. Я эти кадры снимал буквально несколько дней назад. Можно свободно пройти и из-за заборчика тихонечко посмотреть. Но никто этому не удивляется, все проходят мимо, все заняты своими делами. И вот поэтому во всех старых зданиях у нас двери переделаны из оконных проемов. Потому что настоящие двери находились этажом или двумя ниже, которые по неизвестной никому причине оказались под землей. Ну и на этом все. С вами был председатель. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Ну и если еще кто не знает, у нас совсем недавно открылся интернет-магазин одежды и изделий народных промыслов Предсельмак. Спасибо всем тем, кто уже сделал заказ. Вы действительно оказываете большую помощь каналу. Кстати, рубашек некоторых размеров уже нет. И возможно таких расцветок больше и не будет. Но будут другие. Это действительно штучный товар. Частично ручная работа. Так что заходите и регистрируйтесь на сайте магазина. Будут и розыгрыши, и подарки, даже если вы ничего не купили. Всю информацию мы разместим в соцсетях, ссылки на которые я оставлю внизу в описании этого ролика. Заходите в Предсельмак и увидимся в будущем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok